здравствуйте дорогие друзья я рад вас приветствовать на лекции по патологической анатомии зовут меня кривенцов максим андреевич заведующий кафедрой тема сегодняшней лекции мы поговорим с вами о в целом об инфекционном процессе общее представление об инфекционном процессе это первая часть нашей лекции и потом коснемся уже более детально патоморфологии отдельных кишечных инфекций собственно о чем мы сегодня будем с вами говорить ну вот вы видите у вас на слайде перед вами представлен краткий план нашей с вами лекции. Собственно, общие представления в инфекционном процессе, закономерности этиопатогенеза, морфогенеза инфекционных заболеваний. Далее поговорим в целом о том, что же объединяет все кишечные инфекции, какова роль кишечных инфекций, каково место кишечных инфекций в структуре заболеваемости, в эпидемиологии, какие осложнения общие, какие исходы можем ожидать. Ну и дальше коснемся, в общем, таких классических, они не самые частые на самом деле инфекции, но классические, и вам необходимо, в общем-то, сформировать представление об этих инфекциях. Холера, брюшной тифс, альмонеллезы, шигелез, амибиаз. По ходу будем, так сказать, кратко касаться некоторых других инфекций, более распространенных, в том числе, там, вирусные инфекции, шерихиозы и так далее. В целом, цель лекции – не дать вам, в общем, фактический материал, который вы можете прочитать в книжке, пройти на практическом занятии. Что-то на лекции вы можете записывать, какие-то ключевые моменты, чтобы лучше их, так сказать, закрепить у себя в памяти. Но ключевой момент – это то, чтобы вы меня слушали внимательно. В конце лекции, вы видите, здесь представлен QR-код по ходу лекции, да, чтобы не отвлекаться, ни меня не отвлекать, ни всю аудиторию. Вы можете сами в своем смартфоне задавать вопросы, да, в конце лекции мы, так сказать, подведем итог, ну и в конце будет небольшая такая обратная связь. Итак, если нет вопросов, да, на данный момент, в общем, начинаем. Начинаем мы с общей актуальности этой темы. Вот на данном слайде представлено целый ряд различных графиков. В общем, это относительно свежие данные 2020-2021 года, которые касаются общей эпидемиологии развития инфекционных заболеваний во всем мире. Каковы общие предпосылки к тому, что вот данные инфекционные заболевания, они чрезвычайно важны. Вот три графика. Это по странам, это общемировая тенденция. Первый график это количество пассажиров авиационного транспорта, казалось бы, да, то есть, причем тут количество пассажиров авиационного транспорта, да, количество перелетов. Все дело в том, что в настоящее время, ну и вы видите ситуацию с новой коронавирусной инфекцией, она четко показала это, да, что происходит достаточно быстрый переход от состояния эндемии, эпидемии, да, к состояниям пандемии. То есть, межконтинентальное распространение инфекционных заболеваний. Второй график. Количество, собственно, опять же, да, количество товара оборота между странами, в том числе, в первую очередь, страны Азии и население городов растет экспотенциально. То есть, население городов, городских агломераций, скопление людей, да, тесное проживание друг с другом создает предпосылки для быстрого распространения различными механизмами, различными путями инфекционных заболеваний. На протяжении вот относительно короткого времени, да, буквально 20 лет, человечество уже столкнулось с тем, что возникли целый ряд новых инфекций. SARS, MERS, COVID-19, да. Также, да, наблюдается достаточно часто появление или повторное возникновение эпидемических вспышек, уже хорошо знакомых нам инфекций, в том числе, то, что касается нашей сегодняшней темы, достаточно часто наблюдаются, в общем, эпидемические вспышки холер. Ну и по-прежнему, да, то есть, структура заболеваемости инфекционными болезнями, как вы видите вот на графике, причем ситуация ухудшается в отношении ожидаемой продолжительности жизни пациентов с инфекционными болезнями, это в миллиардах лет. То есть, снижение ожидаемой продолжительности жизни, связанной с инвалидизацией в миллиардах лет. Насколько человечество потеряло миллиардов лет в своей совокупности вследствие того, что оно сталкивается с инфекционными заболеваниями. И на первом месте по распространенности вот эта общая совокупная группа кишечной инфекции и инфекции нижних дыхательных путей. Также немаловажное значение имеет туберкулез, ВИЧ-инфекция с ассоциированным синдромом приобретенного дефицита, ну и целый ряд других инфекций. Это вот, если кратко, по общей актуальности этой темы. Далее общая часть, мы переходим с вами к такому понятию, как в целом инфекционный процесс. Можно дать совершенно разное определение, что такое инфекционный процесс, но в целом ваша задача, не выучить определение дословно, а попытаться его воспроизвести близко к тексту с использованием неких как бы смысловых, ключевых понятий. И в данном определении смысловое понятие первое, что любой инфекционный процесс это процесс взаимодействия макроорганизма и микроорганизма, который реализуется за счет развития различных адаптационно-приспособительных реакций, направленных на восстановление или поддержание гомеостаза. Таким образом, можно смело утверждать, что у каждого из нас, у каждого здесь присутствующего на протяжении жизни и в текущий момент наблюдается инфекционный процесс. Мы все взаимодействуем с микроорганизмами на протяжении всей нашей жизни, начиная от момента рождения, заканчивая моментом нашей смерти. Человек рождается и первым организмом, с которым он контактирует, являются бактерии, являются микроорганизмы. И последним организмом, с которым контактирует человек, являются микроорганизмы. Микроорганизмы сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни. В зависимости от подходов и классификации инфекционного процесса выделяют несколько видов, это такие общие, так сказать, эпидемиологические вещи, различают несколько подходов, несколько разновидностей инфекционного процесса, включая комменциализм и колонизацию. В зависимости от того, как макроорганизм, в общем-то, реагирует на внедрение микроорганизма. С последующим переходом возможным, да, комменциализма в симбиоз, и по сути это иллюстрация нашей нормальной микрофлоры кишечника, либо в случае с развитием колонизации, не обязательно это закончится развитием патологического состояния, да, возможно просто физиологическое, в результате, опять же, активации наших защитных механизмов, в результате неспецифических барьеров, элиминация возбудителя, либо развитие патологического процесса болезни, либо персистенции возбудителя, которые могут переходить одна в другую. С другой стороны, да, другой подход к классификации, это разделение инфекционного процесса, это уже больше, так сказать, вот с клинической точки зрения, на носительство, которое может быть транзиторным, может быть реконволюсцентным, то есть после выздоровления, в виде бессимптомного течения, или так называемая инапарантная форма, которая ничем не проявляется практически, и манифестная форма. Типичные формы, это острые формы инфекций, хронические формы инфекций, отдельно в классификациях выделяют так называемые медленные инфекции, которые, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев практически стопроцентно летальные. И атипичные течения, атипичные течения болезни, которые могут быть как в сторону более легкого течения, стертые формы, абортивные формы инфекции, либо наоборот в сторону более выраженных манифестных проявлений, молниеносные формы, фульминантные формы инфекции. Еще раз подчеркиваю, потому что дальше мы будем говорить с вами именно об инфекционных болезнях, инфекционная болезнь фактически является разновидностью инфекционного процесса, является его крайней степенью выраженности, когда мы говорим про инфекционную болезнь. Общие характеристики инфекционного процесса. Крайне важная информация. Потому что вы можете не знать, вы можете забыть про какое-то инфекционное заболевание и дальше на клинических кафедрах, включая инфекционные болезни, вы будете проходить уже конкретно про этиопатогенез еще раз, про клиника, клинические проявления, диагностику, лечение, прогнозы инфекции. Вы можете забыть что-то про конкретную инфекцию, да? Но существуют общие принципы течения инфекционного процесса. Общие принципы закономерности развития инфекционных болезней. Вот к подобным закономерностям, опять же, существует несколько подходов к их систематизации, да? Но в целом это строгая закономерность проявлений, которая будет обусловлена взаимодействием, опять же, да, макроорганизма со специфическим микроорганизмом. И вот в этой строгой специфичности проявлений, клиника морфологических проявлений инфекционного заболевания, обязательным с эпидемиологической точки зрения является выделение трех факторов. Первый фактор – это источник инфекции. Это либо может быть больной человек или носитель. В данном случае мы говорим про антропонозные инфекции. Либо больное животное или животное-носитель – зоонозные инфекции. Либо окружающая среда – сапронозные инфекции. Речь о том, где проходит основной жизненный цикл возбудителя. Антропонозы, зоонозы, сапронозы. Механизм и путь передачи инфекции. Из общего, что нужно знать, что вы знаете все различные механизмы передачи инфекции. Дело в том, что не нужно путать механизм и путь передачи инфекции. Например, фекально-оральный механизм включает в себя целый ряд путей в рамках одного механизма. Фекально-оральный механизм включает в себя пищевой, водный, контактно-бытовой и так далее. Основные. И наличие восприимчивого макроорганизма. Наличие всех трех условий создаст предпосылки для развития инфекционного заболевания, для эпидемиологии инфекционного заболевания. Специфичность. Все инфекционные заболевания вызываются специфичными возбудителям. О них дальше в том числе мы и поговорим. Контагиозность. Способность инфекционного агента передаваться от одних зараженных макроорганизмов к другим. Стадийность или цикличность течения. В отличие от многих других заболеваний, инфекционные болезни развиваются стадийно. Общая их, безусловно, существует исключение из этого правила. Но общая тенденция, общая стадийность всего инфекционного процесса, всех инфекционных заболеваний включает в себя инкубационный период, начальный доклинический протромальный период, клинический манифестный период и период исходов заболевания реконволесценцией, либо период развития осложнений. Общая периодизация инфекционных болезней. Наконец, формирование постинфекционного иммунитета. В ряде случаев формируется стойкий и даже пожизненный иммунитет. В других случаях иммунитет, иммунный ответ и постинфекционный иммунитет, он незначителен, очень кратковременен. Но, тем не менее, любое инфекционное заболевание сопровождается реакцией со стороны нашей иммунной системы и формированием в той или иной степени постинфекционного иммунитета. Это общие закономерности, которые вам следует помнить. Теперь немножко о классификациях. Значит, в зависимости от целого ряда факторов мы можем разделить инфекционные болезни на ряд групп. Первый. В зависимости от специфического агента. Данная классификация очень простая, вы все ее знаете. Фактически. Это агенты, это инфекционные агенты. Это бактериальные инфекции, это вирусные инфекции, грибковые инфекции, инфекции, вызванные прионами. Это различные паразитарные заболевания. Инфекции, вызванные простейшими, гельминтозы, инфестации. Классификация понятная, логичная, вы все ее знаете. Второе. В зависимости от происхождения, мы тоже уже кратко об этом поговорили. В зависимости от среды обитания, также уже обозначили это антропонозы, зоонозы. Антропонозы, сапронозы. Ну и дальше, когда будем говорить мы про кишечные инфекции, будем говорить, что кишечные инфекции в основном это антропонозные инфекции. За небольшим исключением. Это важно с эпидемиологической точки зрения. Это важно для понимания о механизмах и путях передачи инфекции. То есть, с кем должен проконтактировать макроорганизм здоровый, восприимчивый организм, для того, чтобы получить, для того, чтобы заразиться, да, и чтобы у него развилась та или иная форма инфекционного заболевания. Наконец, еще одна классификация, она тоже понятна. Она была предложена впервые, систематизирована Львом Васильевичем Громашевским, одним из виднейших деятелей советской эпидемиологии, да, инфекционистом. Значит, в зависимости от этого, собственно, выделяют кишечные инфекции с преимущественно фекально-оральным путем передачи, механизмом передачи инфекции, респираторные инфекции с аэрозольным механизмом передачи, так называемые кровяные, трансмиссивные и нетрансмиссивные гемоконтактные инфекции, и инфекции наружных покровов. Классификация достаточно условная, поскольку существует целый ряд инфекций, которые являются как бы смешанными. с поражением одновременно, например, и органов желудочно-кишечного тракта, и дыхательной системы, и вообще в целом, в целом рядом системных проявлений, и более того, пример, например, туберкулез. Будет отдельная лекция, кстати, по туберкулезу. Основной путь передачи туберкулеза – это аэрозольный механизм передачи с поражением легких. Однако возможен и алиментарный путь передачи инфекций. Поэтому в данном случае, видите, данная классификация, следует и об этом помнить, что могут быть смешанные инфекции. Общие морфологические закономерности развития инфекционных болезней. Достаточно условное это представление, потому что существует большое количество исключений из этого правила. Но общая тенденция заключается в том, что инфекционные болезни для внедрения возбудителя должны существовать входные ворота инфекции с последующим развитием так называемого первичного инфекционного комплекса, с последующей возможной диссеминацией возбудителя. Я говорю о том, что существует целый ряд исключений из этого правила. Когда инфекции характеризуются отсутствием формирования или невыраженным формированием первичного инфекционного комплекса, когда инфекция в целом не способна к диссеминации. Но общее правило вот такое вот. Три обязательных компонента. Наличие входных ворот инфекции, наличие первичного эффекта, первичного инфекционного комплекса и возможная последующая диссеминация возбудителя. Более детально по каждому из этих факторов. Первый. Входные ворота инфекции. Как правило, это кожные покровы, как правило, с нарушением целостности, что подразумевает под собой нарушение неспецифического барьера, который препятствует проникновению возбудителя в наш организм. Второе. Это различные слизистые оболочки, покрытые многослойным плоским эпителием, покрытые однослойным железистым эпителем, переходным эпителем и так далее. То есть все слизистые оболочки. Слизистая оболочка конъюнктивы, слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы и так далее. Ну и целый ряд других входных ворот, например, трансплацентарная передача возбудителя. Первичный инфекционный комплекс. Классическое представление включает в себя формирование трехкомпонентного первичного инфекционного комплекса, который включает в себя первичный эффект, как правило, представленный зоной повреждения, зоной некроза. Характеристика некроза будет зависеть от особенностей специфического возбудителя. с последующим формированием регионарного лимфангита, то есть воспаления лимфатических сосудов, и регионарного лимфоденита. Подобный первичный инфекционный комплекс, еще раз я повторюсь, он характерен далеко не для всех инфекций. Далеко не для всех инфекций. Но, например, классический пример, опять же, забегая вперед, отдельная будет тема, это туберкулезная инфекция и формирование первичного туберкулезного комплекса, который классически построен по такому принципу. Это первичный эффект с формированием очага козиозной пневмонии, регионарный лимфангит к воротам легких, и регионарный лимфоденит, опять же, в воротах легкого, легкого воспаленный лимфатический узел, который является первым барьером на пути к возможной последующей диссиминации возбудителя. Третий момент. Это диссиминация возбудителя. Не все возбудители способны к диссиминации. Тем не менее, выделяют несколько основных путей. Это лимфогенная диссиминация возбудителя по лимфатическим сосудам и лимфатическим узлам. Гематогенная диссиминация возбудителя с развитием и с появлением бактерии мии или виремии, появлением возбудителя в циркулирующей крови. В том числе и про кишечные инфекции мы будем говорить, и будем конкретно отмечать особенности патогенеза данных инфекционных возбудителей и какие из них сопряжены с развитием бактерии мии. Гематогенный путь, контактный путь и интраконалекулярный путь, в том числе нейрогенный путь. Целый ряд инфекций характеризуется подобным путем распространения этой инфекции, ее диссиминации. Общие закономерности, общие механизмы и общие морфологические проявления будут касаться вот этих компонентов. То есть местные изменения, как правило, в месте внедрения возбудителя, там, где образуется первичный эффект. И системные проявления, возможные системные проявления, обусловленные диссиминацией возбудителя, или же, когда сам возбудитель может не проникать в кровь, например, но всасываются продукты его жизнедеятельности, всасываются его токсины, эндотоксины, бактериальные, экзотоксины, которые обуславливают целый ряд системных проявлений. Итак, существует три основных, три, как бы, кита, развития патогенетических механизмов, факторов, которые обуславливают весь спектр клиникаморфологических изменений при инфекционных заболеваниях. Во-первых, это действие самого возбудителя, это цитопатическое действие бактерий или вирусов, или простейших, или других инфекционных агентов. Оно может быть выражено, оно может быть не выражено. В зависимости, опять же, от особенностей, от конкретных особенностей конкретного возбудителя. Второй фактор – это продукты его жизнедеятельности. Либо секретируемые, либо выделяемые при распаде, например, микроорганизмов, грамм отрицательных бактерий с выделением эндотоксина, с развитием эндотоксинами. Различные ферменты, в том числе вирусного происхождения, инфекционные белки, эндотоксины, экзотоксины, которые попадают так или иначе в системный кровотоксин. Третий фактор – он немаловажный. Не стоит забывать о нем. Поскольку до этого мы говорили, что общей особенностью развития инфекционного процесса, любого инфекционного процесса, является реакция нашей собственной иммунной системы на внедрение возбудителя, его колонизацию, то наша иммунная система в любом случае реагирует. Реагирует на инфекционный агент. И зачастую развитие гиперрирогических реакций, развитие реакций гиперчувствительности по различному типу, по немедленному, либо по замедленному типу, будет определяющей в формировании клиника морфологической картины того или другого заболевателя. Опять же, примером может служить туберкулез с развитием реакции гиперчувствительности замедленного типа, ГЗТ, четвертый тип реакции, с формированием пролиферативного гранулематозного воспаления по типу туберкулом. Примером может служить, мы более подробно об этом поговорим, одна из кишечных инфекций, брюшной ТИФ, где яркими проявлениями заболевания, патогенетические, они будут обусловлены развитием гиперрирогического воспаления, с переходом гранулематозной реакции в реакции повреждения, в реакции некроза. Немаловажный фактор иммунной реакции. Общие морфологические изменения складываются из трех основных компонентов, каждый из которых представляет общий патологический процесс. Это реакции повреждения дистрофии и некроза, это реакции воспалительного ответа, которые протекают по типу различного эксцелативного либо пролиферативного воспаления, а также третий обязательный компонент, опять же, о нем не стоит забывать, это развитие различных адаптационно-приспособительных реакций. Не забываем определение вообще в целом инфекционного процесса, что это взаимодействие макро- и микроорганизма с развитием именно компенсаторно-приспособительных реакций, которые направлены на взаимодействие с этим организмом. Вот эти три основных момента тоже не забывайте. Это общая часть, когда вы будете вспоминать, отвечать там на экзамене, да, например, про конкретное какое-то инфекционное заболевание, то вы должны вспомнить все три вот этих вот вещи, какими же реакциями повреждения характеризуется инфекционный процесс, какое воспаление возникает в месте внедрения возбудителя или системно, какие компенсаторно-приспособительные реакции развиваются в ответ на этот процесс. Более детально, не всеобъемлющие, но наиболее типичные варианты морфологического ответа и взаимосвязь с причинами и инфекционными агентами. Например, эксудативное воспаление гнойное, то есть преобладанием нитрофилов в эксудате. Четко мы должны понимать, что данный тип воспаления, и нитрофильная реакция в первую очередь отвечает за фагоцитоз. В первую очередь подобный тип воспаления связан с бактериальными инфекциями, особенно так называемыми гнойродными бактериями, пиогенная флора, стафилококки, стрептококки, группа кишечных бактерий в том числе. Выраженная некротическая тканевая реакция вдобавок к воспалительным реакциям, характерна для микроорганизмов, в частности, грамм отрицательных бактерий. Почему? Потому что это вы из курса микробиологии еще знаете, что грамм отрицательные бактерии, одно из ключевых их отличий от грамм положительных бактерий, является способность к выделению при их разрушении, к выделению эндотоксина, которая обладает выраженным токсическим влиянием с последующим развитием реакций, опять же, выраженных реакций повреждения с развитием некроза. Пролиферативное гранулематозное воспаление патогенетически обусловлено развитием реакций гиперчувствительности замедленного типа, характерно для группы микобактерий, туберкулез, лепра, не только, да, это специфические гранулемы, если помните, туберкулома, лепрома, склерома, гумма, еще сап, который практически не встречается, зоонос для целых рядов грибковых инфекций, для некоторых бактериальных инфекций, в том числе развитие пролиферативного воспаления по гранулематозному типу, цитопатические и гиперпластические пролиферативные ответы, характерны для вирусных инфекций, помимо прочего, помимо того, что вирусные инфекции могут сопровождаться эксудативным или пролиферативным воспалительным ответом, их особенностью является развитие целого ряда цитопатических изменений в клетках, изменений морфологии их ядер и цитоплазмы, с развитием гиперпластических реакций. Отдельным пунктом, что если инфекционное заболевание, а мы понимаем, что, да, возвращаясь, что в целом любой инфекционный процесс, инфекционная болезнь, приводит к развитию реакций повреждения, которые сопровождаются воспалительным ответом, с развитием реакции компенсаторно- приспособительного характера, что если не будет воспалительного ответа? И данная ситуация встречается, это состояние анергии, это анергическое воспаление, которое в первую очередь обусловлено развитием первичных либо вторичных иммунодефицитов, часто сопровождает развитие так называемых оппортунистических инфекций, привич-инфекций. Это не исчерпывающий список, безусловно. То есть, есть варианты, опять же, развития, например, с преобладанием тканевых базофилов и эзенофилов. В таком случае наиболее часто мы можем говорить в том числе и, например, про паразитарные инфекции. Но, тем не менее, основные приведены здесь. Переходим мы с вами дальше к кишечным инфекциям, общая группа кишечной инфекции в соответствии с МКБ-10 классы А2-0-А-0-9 достаточно обширная группа инфекционных заболеваний, которые являются преимущественно антропонозными. То есть, источником инфекции является больной человек или носитель, за небольшим исключением. Об этих исключениях мы тоже коснемся чуть позже. с фекально-оральным механизмом передачи инфекции, который может быть водным, пищевым, контактно-бытовым. Это тоже является объединяющим фактором для всех кишечных инфекций. И, естественно, с поражением органов желудочно-кишечного тракта, как правило, с проявлением диарейного синдрома. Определение понятное. его заучивать не нужно. Его нужно понять и попытаться по ключевым словам воспроизвести. Значит, группы инфекционных болезней раз, антропонозного происхождения преимущественно, с фекально-оральным механизмом передачи, с преимущественным поражением органов желудочно-кишечного тракта. Все логично, да? Именно поэтому данные инфекции назвали кишечными. цифры, еще раз, чтобы подчеркнуть важность, важность ваших знаний и общих знаний по патоморфологии, по общей патологии кишечных инфекций и дальнейшего вашего изучения уже более детально всех этих инфекций, особенности их течения, диагностики, тактики ведения таких пациентов. В общем, ужасающие цифры, смотрите, более 1,7 миллиардов, это только детей, в год страдают от кишечных инфекций, из которых более полумиллиона случаев во всем мире летальные, которые обусловлены по данным ВОЗ, которые обусловлены так или иначе кишечными инфекциями или их осложнениями. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. ежегодно почти 2 миллиарда детей сталкиваются с кишечными инфекциями и их последствиями. Наиболее частые инфекции включают в себя шигелезы, сальмонеллезы, вирусные инфекции. На лекции мы их, так сказать, обойдем немножко стороной, только кратко их коснемся, но целая группа, обширная группа вирусов, включая аденовирусные инфекции, включая норовирусные, ротовирусные инфекции, опять же, может быть, вы слышали по новостям недавно, да, это такие очаговые эпидемические вспышки вирусного гепатита, неясного генеза, предполагается именно аденовирусная итеология подобных гепатитов, которые протекают очень тяжело, которые протекают фульминантно, с преобладанием некротических изменений, поражая в основном детей младшего возраста. инфекции, вызванные различными бактериями, то есть, шерихиозы, различные кластридиальные инфекции и так далее. В этот список не входит холера к наиболее частым, в этот список не входит брюшной тиф к наиболее частым, но тем не менее, мы дальше начнем, в общем-то, говорить именно про эти инфекции, потому что это, так сказать, традиционные такие кишечные инфекции, которые, тем не менее, хоть они не выходят на первые места по распространенности, они имеют чрезвычайно важное эпидемиологическое значение, склонны к развитию эпидемических вспышек, про них важно знать. Еще один слайд общий, который касается общих ваших представлений о кишечных инфекциях, как они развиваются, их общих закономерностей. Поскольку все кишечные инфекции, так или иначе, в той или иной степени, по большей части связаны с диарейным синдромом, собственно, существует несколько, выделяют несколько типичных видов диарейного синдрома, диареи, а по определению ВОЗ-диарея это учащение стула более трех раз в день, с развитием острой диареи с примесью слизи, характерно для вирусных инфекций, сальмонеллезов, целого ряда эшерихиозов, да, с энтеротоксигенной, энтеропатогенной штаммой, эшерихи и коле, профузная водянистая диарея, это четко, мы понимаем, взаимосвязь, ассоциацию с возбудителем холеры, холерный вибрион, а также целый ряд энтеротоксигенных штаммов, опять же, эшерихиозы, острая диарея с примесью крови, мы должны понимать, откуда берется кровь в просвете кишки, это связано с выраженным инвазивным компонентом инфекции, если инфекционный агент не способен к выраженной инвазии, то характер стула, характер эксудата, по сути, характер эксудативного воспаления, будет носить катаральный сирозный характер, гнойный может быть характер. При присоединении инвазивного компонента, если возбудитель характеризуется выраженным инвазивным, инвазивными свойствами, что характерно, например, для шигел, что характерно для энтероинвазивных штаммов и шерихи и коли, характерно для инвазии простейшими, речь об амибиазе, то в данном случае в стуле, в эксудате фактически, появляется кровь. Персистирующая диарея связана с отдельными инфекциями, вызванными криптоспоридиями, гардиями, энтеропатогенами и шерихими коли. Опять же, достаточно тяжелые инфекции, в том числе внутрибольничные инфекции с полирезистентностью. Общие осложнения кишечных инфекций. Общие осложнения. Дальше мы детально поговорим про, в общем, каждую из них. Обозначим наиболее типичные и, я надеюсь, что к концу лекции у вас формируется общее представление о том, какая инфекция и почему характеризуется теми или иными осложнениями. Общие осложнения связаны при наличии выраженной потери воды, при наличии выраженной эксудации, сирозного характера, как правило, это дегидратация, гиповолимический шок и острая почечная недостаточность, потому что почки страдают первыми. Типично это холера, это целый ряд вирусных инфекций, это сальмонеллезы в том числе, целый ряд и шерихиозов. Септические осложнения при развитии диссеминации, при развитии бактерии, и здесь я хочу подчеркнуть этот момент и дальше мы об этом тоже еще расскажем. Бактериемия не равно сепсис. Возбудитель бактерия может присутствовать в крови, но это не сепсис. Сепсис это ответ. Бактериемия является обязательным компонентом сепсиса, но не равно. Септические осложнения с развитием сепсиса по типу септицемии либо септикопиемии, с развитием метастатических абсцессов в различных органах, включая брюшной тифс, альмонеллезы, шигеллезы, амебиаз. Это не бактерия, это простейшая, но тем не менее амебный сепсис. Отдельная группа достаточно большая, которая прям подчеркивает актуальность всего этого дела, это отдельные кишечные осложнения, которые связаны с нарушением целостности слизистой подслизистой оболочки кишечника, тонкой кишки либо толстой кишки, как правило, связаны с образованием язвенных дефектов. Кровотечение кишечное, перфорация язв с развитием перитонита, рубцовые стриктуры в результате заживления рубцевания язвенных дефектов. Наиболее типично брюшной тифши, геллез, амебиаз. Целый ряд достаточно специфических осложнений, которые также могут наблюдаться при инфекционных заболеваниях. Это различные аутоиммунные состояния, которые могут запускаться инфекцией. Реактивные артриты, например. И отдельный, прям тоже на него следует обратить особое внимание, который имеет четкую взаимосвязь с кишечными инфекциями, с достаточно специфическими кишечными инфекциями, это так называемый гемолитиковый уремический синдром. Как вы понимаете, он связан с гемолизом и уремией. В первую очередь с поражением почек, который четко ассоциирован с повреждением эндотелия, связан, как правило, с так называемым шиготоксином. это либо шиготоксин, продуцирующий иширихи иколи. Важное осложнение, не такое частое, но тем не менее. Ну и первое заболевание. в целом мы с вами будем рассматривать каждое из инфекционных заболеваний, из группы кишечных инфекций по общему плану. Будем говорить определение. Дальше краткая характеристика, краткая характеристика возбудителя, краткая эпидемиология, механизмы путь передачи инфекции, ключевые моменты в патогенезе, локализация характер поражения, ну и дальше в общем про особенности морфологических, клиника морфологических проявлений, течение заболевания, его осложнений и исходов. В общем достаточно вот эта часть достаточно кратко. Тем более, что вы ее уже в том числе в курсе микробиологии в общем ознакомились со всеми этими возбудителями. Значит холерный вибриум вообще в целом холера, да? Острое кишечное заболевание, которое вызывается бактериями вибриохолера, характеризующиеся выраженной секреторной профузной диареей, прямо в определении. Что определяет собственно основное клинико-морфологическое проявление, определяет степень тяжести течения этого заболевания, определяет его осложнение. Это основное проявление заболевания, выраженная профузная водянистая диарея, в виде так называемого рисового отвара. Дальше об этом поговорим. Возбудитель. Грамотрицательная бактерия, факультативная нейропа, основные серовары. О1, О139, причем в основном эпидемические вспышки вызываются сероварами. О1, классическая холера, холера-эльтор. О139, прям отдельные локальные вспышки в странах Азии. эпидемиология. Более 4 миллионов случаев. В первую очередь вы увидите закономерность для подавляющего большинства кишечных инфекций страны Азии, Африки, иногда Латинской Америки. Связано это с несколькими факторами. Во-первых, особенности климата. Во-вторых, это отсутствие, как правило, для большей части населения, доступа к качественной питьевой воде, загрязнение источников, недостаточный уровень санитарно-эпидемиологических мероприятий. Вот совокупность этих факторов определяет подавляющее большинство из вот того 1,7 миллиардов случаев у детей, да, это в основном страны Азии и Африки. Тем не менее, да, в Крыму также случались такие локальные вспышки холеры. Никто от этого не застрахован. Механизм путь передачи инфекции, фекально-оральный путь передачи, водный преимущественно, иногда бывает пищевой, например, рыба, недостаточно термически обработанная, патогенез и в основном, да, локализация характер поражения. Происходит колонизация эпителия преимущественно тонкой кишки, также поражается из желудок, но преимущественно колонизация возбудителя в тонкой кишке. Причем без выраженных инвазивных свойств. Вибрион холеры практически не проникает в стенку кишки. С этим связано, в общем, это обусловлено особенностями, факторами патогенности возбудителя, и это же определяет особенности клиника морфологической картины течения этого заболевания. Характер поражения выраженное эксудативное сирозное воспаление, которое вот этот профузный характер, водянистая диарея, обусловлено присоединяется возбудитель с использованием так называемый третий тип секреторного взаимодействия. Возбудитель как бы впрыскивает в энтероциты свой токсин, который по сути является ферментом, который за счет биохимических путей приводит к увеличению внутриклеточного содержания циклического аденозин-монофосфата с последующей усиленной секреции электролитов в просвет кишки. Возникает выраженная секреторная диарея. Течение заболевания. От бессимптомного до крайне выраженного молниеносного течения. Инкубационный период, как правило, короткий. Классический, во всяком случае, с точки зрения патоморфологии. В настоящее время к счастью. То есть, вот такая вот классическая картина холеры практически не наблюдается. Часто наблюдаются абортивные стертые формы. Подавляющее большинство случаев легкой и средней степени тяжести. Хотя встречаются и тяжелые молниеносные формы инфекции. Когда уже инфицированный пациент фактически погибает в течение буквально двух-трех дней. С развитием стадий холерного энтерита, холерного гастроэнтерита, к диарейному синдрому присоединяется рвота, диспептические проявления, с последующей, последняя, терминальная стадия, стадия выраженной дегидратации, стадия алгида. Другие варианты тоже практически не встречаются в настоящее время. Так называемая тифоподобная форма течения холеры с развитием бактеремии, что нетипично, что нетипично для холеры, и развитием целого ряда системных проявлений наподобие брюшного тифа. Об этом дальше мы поговорим собственно про брюшной тиф. Собственно вот здесь на слайде видите характерная картина обезвоживания у больной холеры, запавшие глазницы, заостренные черты лица так называемая, но это уже характерно вот больше для стадии алгида выраженной дегидратации, поза гладиатора, руки прачки, нарушение тургора кожи, характерная диарея очень обильная до 10 и более литров в сутки в виде рисового отвара, то есть чистый серозный эксудат. Иногда серозно-геморрагический характер, но в подавляющем случае серозный. Ну и в дальнейшем восстановление, то есть как бы так исходя из патогенеза, поскольку основное значение в развитии течения заболевания, развитие его осложнений играет дегидратация, то есть соответственно основной подход к лечению это регидратация, то есть восстановление водно-солевого обмена. Наиболее частое осложнение обусловлено значительной потерей воды электролитов. Это дегидратация вплоть до развития гиповолимического шока и острой сердечной недостаточности сосудистого коллапса, развитие острой потечной недостаточности, морфологически которая будет проявляться явлениями некротического нефроза, с последующим развитием опять же на фоне шокового состояния, полиорганной недостаточности, поражение ЦНС, судороги особенно у детей. Вот наиболее частое осложнение холеры. морфологически морфологически в общем-то нет ничего особенного, если вы будете держать у себя в голове о том, что данное заболевание сопровождается выраженными, очень выраженными, крайней степени выраженности эксудативными явлениями серозного характера. Макроскопические изменения характеризуются тем, что петли тонкой кишки вздуты, расширены, заполнены вот этим сирозным эксудатом по типу рисового отвара. Микроскопические изменения характеризуются опять же слущиванием, повреждением эпителия кишки, признаками выраженного внутриклеечного интерстициального отека, выраженного полнокровия в просвете кишки сирозный эксудат. Несмотря на то, что вот такое большое количество случаев холеры по всему миру, ну вы себе не представляете с каким трудом я нашел вот этот микрофотографию. Потому что есть правила вскрытия больных с инфекционными заболеваниями, это ограничивает несколько, в том числе и гистологическое исследование. В данном случае на самом деле это холера, но это экспериментальный материал. Это заражали кролика холерой и изучали особенности иммунного ответа, реакции, морфологию тонкой кишки. Следующее заболевание, о котором мы должны с вами поговорить, это брюшной тиф. Острое кишечно-инфекционное антропонозное заболевание, которое вызывается прям специфически, да, сальмонелла тифи, или тайфи, как правильно. характеризуется, вот тут важно, системными проявлениями в виде определенного характера, несколько типов, лихорадки, появлением сыпи экзантемы, отдельная, да, брюшно-тифозная, разиолезная сыпь, гепатоспленомигалии, то есть выраженные системные проявления, сразу понимаем, да, что это заболевание у нас будет связано с диссиминацией возбудителя, оно не будет ограничиваться только первичным эффектом в стенке кишки и специфическими поражениями в основном дистальных отделов тонкой кишки, речь о подвздошной кишке. Возбудитель, грамм-отрицательная бактерия, факультативный аэроп, общая эпидемиология около 30 миллионов случаев. Тут как бы ремарочка, что у нас есть возбудители сальмонелла тифи и сальмонелла пара тифи различных типов, которые достаточно схожи по своим характеристикам, по тому, какие клиникаморфологические проявления это вызывает. В англоязычной литературе это вообще называется, то есть есть отдельное заболевание, называется typhoid fever, брюшной тиф, а есть термин, который объединяет и тифы, и пара тифы, который называется enteric fever. И вот общее количество вот этих сходных по своим проявлениям заболеваний, порядка 30 миллионов, из которых 200 тысяч случаев ежегодно являются смертельными, связанные с осложнениями брюшного тифа. Фекально-оральный механин, путь передачи преимущественно водный, возможен пищевой, возможен контакт на бытовой путь. И теперь самое важное, особенности патогенеза. Значит, начинается все типично. Происходит инвазия возбудителя через так называемые М-клетки, микроскладчатые клетки. О них дальше пойдет речь, вы поймете, что вся беда в кишечных инфекциях связана с М-клетками, по большей части. Если бы таких клеток не было, я шучу, то не было бы кишечных инфекций, наверное, некоторых, во всяком случае, из них. Значит, инвазия через М-клетки с последующей колонизацией в лимфоидных образованиях кишки по ревричной бактерии. С последующим происходит в результате бактерии распространение возбудителя попадания его в том числе в печень и в целом в органы ретикулоэндотериальной системы, включая печень, селезенку, красный костный мозг, с последующим выделением возбудителя с желчью происходит реинфицирование с желчью тонкой кишки, повторное внедрение возбудителя параллельно возникает период вторичной бактеремии с целым спектром уже развернутых манифестных клинических проявлений, включая сыпь, гепатоспленомегалию и так далее. Основные факторы патогенности, токсин, который брюшно-тифозный, который характеризуется целым рядом проявлений своих, проявлений своего действия, включая нейротоксическое, кардиотоксическое действие, энтеротоксическое действие и так далее. И различные антигены. Я бы ключевой момент, вот ваше внимание акцентировал на V-антигене, поскольку этот антиген предотвращает фагоцитоз возбудителя. Крайне важный момент для вашего понимания последующих морфологических изменений. В случае с инвазией возбудителя брюшного тифа фагоцитоз незавершенный. Возбудитель может персистировать внутри цитоплазмы макрофагов. Использовать макрофагов как транспорт для проникновения в кровь, для проникновения соответственно в органы ретикулоэндотериальной системы с возникновением первичной, а потом и вторичной бактериями. Крайне важный момент. Схематично патогенез можно представить так. Сальмонелла тайфи внедряется в М-клетку. Под М-клеткой ее уже ждет макрофаг. Макрофаг захватывает бактерию в результате незавершенного фагоцитоза, неспособности полностью фагоцитировать, элиминировать на раннем этапе эту бактерию. Как на маршрутке бактерия, используя вот этот макрофаг, едет сначала в брыжеющие лимфатические узлы, там захватывается макрофагами, из брыжеющих лимфатических узлов в кровеносное русло с возникновением первичной бактерии бактерии. Распространение по органам в первую очередь, то есть это те органы, куда прям типично затягиваются макрофаги, органы ретикулно-эндотериальной системы. Печень, селезенка, красный костный мозг. Дальше с желчью выделение реинфект, реинфицирование тонкой кишки с последующими изменениями, они будут отличаться несколько, об этом дальше поговорим. и вторичная бактериямия, развернутая манифестная картина заболевания. Все это развивается стадийно по срокам. Схематично постарался здесь представить течение, понятно, от бессимптомного до крайне тяжелого осложненного течения, инкубационный период в среднем составляет две недели, хотя может варьировать. Клиника морфологические проявления развиваются стадийно в соответствии с патогенезом. Выделяют в соответствии с официальными рекомендациями 4 основных периода начальный период первая неделя последующие две недели период разгара манифестный яркий манифестный период заболевания период разрешения или развития осложнений заболевания период реконволюсценции патогенетически в первом периоде происходит первичная инвазия бактериямия в последующем происходит вторичная бактериямия и инвазия повторная инвазия в области первых бляшек подвздошной кишки зеленым цветом представлены морфологические стадии которые это стадии местных изменений стенки подвздошной кишки стадия мозговидного набухания дальше об этом поговорим покажу конкретно на макро препарате как это выглядит почему это так называется стадии некроза с последующим образованием язвенных дефектов которые вся включают две под стадии как бы да это стадия грязных язв и стадия чистых язв когда язва очищается опять же путем фагоцитоза удаляется некротический детрит при этом язва становится глубже и стадия рубцевания клинические прочие другие системные до клиника морфологические проявления включают себя на раннем на ранних этапах нарастающие явления лихорадки интоксикации появление диареи брадикардия гипотония обусловлена кардиотоксическим действием с раз с возможным развитием брюшно-тифозного до дистрофии миокарда по типу тигрового сердца до аренхематозная жировая дистрофия либо по типу миокардита тифозный язык и вот уже в период разгара который приходится на стадию вторичной бактерии не развернутая картина устанавливается характер типичный для брюшного тифа лихорадки выраженнейшая интоксикация гепатосплена мигалия генерализованная лимфоаденопатия на коже появляется характерная разиолезная сыпь поражение cns статус тифозус и вообще происхождение до название заболевания тиф происходит ну есть несколько интерпретаций один из переводов это дым туман да то есть это состояние помраченного сознания которое связано именно вот с токсическим поражением cns и дальше стадия осложнений наиболее типичные это кишечные осложнения в виде кишечного кровотечения и перфорации именно на стадии чистых язв когда я за становится глубже и обширней за счет удаления некротического детрита гнойные осложнения до гнойно септические осложнения инфекционно-токсический шок это общее осложнение для всех грамм негативных для всех грамм отрицательных бактерий вследствие наличие эндотоксина ценкировки токсический некроз характерно да именно токсический некроз вы помните мышцы передней брюшной стенки не так часто он встречается да ну и в данном случае просто иллюстрация небольшая да эта стенка подвздошной кишки язвенный дефект и перфорация пять стадий еще раз морфологических мозговидное набухание некроз грязные чистые язвы заживление рубцевания в данном случае вот на верхнем макропрепарате представлены участки уже с частичным изъязвлением но характерная картина мозговидного набухания его так и назвали мозговидное потому что макроскопически это выпячивание в просвет кишки которые приобретают извилистый ход который похож на мозговые извилины на извилины головного мозга поэтому его так назвали в основе вот этого процесса лежит гиперплазия лимфоидных образований и формирование специфических брюшно-тифозных макрофагальных гранулем в лимфоидных образованиях подвздошной кишки с последующим до развитием некроза образованием язв грязные потом чистые язвы потом заживление ключевой фактор в патогенезе почему вот этот вот почему произошел этот переход от гиперплазии и пролиферативного воспаления макрофагального типа до реакциям повреждения к выраженному некрозу это связано с тем что в период первичной бактерии четко связано с патогенезом период первичной бактерии Происходит сенсибилизация нашего организма, происходит сенсибилизация нашей иммунной системы. И к уже периоду второй-третьей недели, при развитии вторичной бактеремии, при повторной инвазии, организм уже сенсибилизирован. И в ответ уже на реинвазию микроорганизма развивается гиперэргическое воспаление. Гиперэргический процесс, который связан с выраженным процессом повреждения, именно иммуно-опосредованного повреждения. С развитием выраженных явлений некроза. В стенке кишки происходит некроз в подслизистом слое. В результате эпителий случивается, образуется язва. Язва очищается, а потом заживает. Микроскопически, да, характерно, на стадии мозговидного набухания, гиперплазия лимфоидных образований в основном, да, то есть это скопление различных клеток лимфоидного ряда, зрелые лимфоциты, плазмоциты, скопление макрофагов. В цитоплазме этих макрофагов располагаются в вакуоле, в которых находится возбудитель. Напоминаю, фагоцитоз неполный. Второе заболевание, которое схоже как бы с первым, да, потому что идеологически вызывается бактериями рода сальмонелла. Точно так же, как и брюшной тиф, который вызывается тоже сальмонеллами. Характеризуется явлением интоксикации, поражение органов желудочно-кишечного тракта, грамм отрицательной бактерии, факутальтивные нейробы, порядка 100 миллионов случаев ежегодно, да, из них 50 тысяч случаев смертельные. Фекально-оральный механизм, путь передачи пищевой в основном. В отличие, да, кстати, от других заболеваний, сальмонеллезы являются зоантропонозами. То есть основным резервуаром сальмонелл, да, для того, чтобы возник сальмонеллез, это бактерии, это птицы водоплавающие, да, это различные домашние животные и так далее. Значит, механизм, в принципе, начинается точно так же, как с брюшным тюйфом, да, инвазия через М-клетки, спасающие колонизации в стенке кишки, включая лимфоидное образование. При этом, да, бактериемия возможна, но она кратковременная и бессимптомная. Почему? Потому что, значит, вот тоже понятно, есть целый ряд токсинов у сальмонелл, да, есть антигены, но ключевым, одним из ключевых различий является отсутствие вот этого виантигена у сальмонелл, у других сальмонелл. Нетифоидные сальмонеллы, так называемые, да, у них отсутствует вот этот виантиген. Соответственно, явлений незавершенного фагоцитоза там нету, да, поэтому если эта бактерия попадает в кровь, происходит сразу ее иллюминация, да, за исключением особых случаев, когда развиваются септические осложнения. Местные изменения наблюдаются преимущественно в тонкой кишке, реже в толстой кишке, то есть явлениями колита. На фоне выраженных значительной степени симптомов интоксикации. Возможно, развитие генерализованной формы. Тифоподобная, то есть тогда все развивается по механизму, вот описанному ранее, брюшной тиф. Либо септическая форма. С развитием септикопиемических осложнений это прям вот сальмонеллезный сепсис в своем развернутом виде. Основные формы. Гастроинтестинальная форма. И вот основные типы. Это гастритический, гастроэнтеритический, гастроэнтероколитический вариант. Логика понятна, да? То есть с поражением желудка, с поражением желудка тонкой кишки, с поражением желудка тонкой и толстой кишки. Короткий инкубационный период. Значит, помимо всего прочего, да, нужно понимать, что сальмонеллы, или точнее сказать, да, сальмонеллы и скорее продукты их жизнедеятельности, вызывают такую очень обширную и очень распространенную группу патологий, которая называется пищевые токсикоинфекции. То есть съели несвежее пирожное, торт, еще что-то, возникли, да, диспептические явления со стороны желудка, да, то есть возникает наиболее типичный гастроэнтеритический вариант. Со стороны желудка, тошнота, рвота, со стороны тонкой кишки, это диарея, тонкокишечный тип диареи. Общие проявления, да, системные проявления, они, еще раз, они не связаны, как правило, да, с бактериемией, вот как при брюшном тифе, а связаны с всасыванием токсинов, связаны с токсинами, обусловленными лихорадкой интоксикацией, в плане, да, развития гастроэнтеритического варианта. Да, диарея по тонкокишечному типу в виде болотной тины, да, кстати, при брюшном тифе диарея в виде, так называемого, горохового супа развивается. Присоединение гастроэнтеритического компонента приводит к развитию диспептических явлений в виде тошноты, рвоты, обезвоживания в различной степени тяжести. Морфологически изменения в стенке тонкой кишки или желудка в целом не специфичны, характеризуются признаками выраженного эксцентативного воспаления, которое начинается с катарального, да, соответственно, явления катарального гастроэнтерита или колита и их совокупность, с последующим возможным переходом вот этого катарального воспаления в сирозное, сирозно-геморрагическое, либо сирозно-гнойный, да, то есть различные подразновидности вот сирозного характера эксудата. В том числе, поскольку бактерия грамма-отрицательная, выраженные некротические изменения в стенке кишки, на макропрепарате представлен участок подвздошной кишки с выраженными, да, явлениями катарального воспаления. Отек, гиперемия, слизистые оболочки. Вторая форма, генерализованная форма. Тифоподобный вариант практически совпадает с тем, что мы наблюдаем при брюшном тифе. С развитием выраженной, гораздо более выраженной, да, интоксикации лихорадки, системными проявлениями в виде гепатосплена, мегалии, лимфоаденопатии, иногда появление сыпи и так далее. То есть вот типичная картина как бы брюшного тифа. И септикопиемический вариант, о нем мы уже тоже говорили. С развитием сепсиса, с формированием многочисленных метастатических абсцессов в различных органах. В данном случае иллюстрация на микропрепарате представлен участок легкого с развитием вот очага метастатического абсцесса со значительным преобладанием, да, в эксудате нитрофилов. Мы понимаем, что если в одном месте у нас в эксудате происходит скопление нитрофилов, мы понимаем морфологически, что это гнойный процесс, что это ограниченное гнойное воспаление, метастатический абсцесс. Общие, наиболее частые осложнения, они связаны либо с развитием вот дегидратации, как при холере, да, с развитием выраженной потери воды электролитов путем рвоты или путем диареи, да, с выраженным серозным компонентом. Либо при развитии различных септических реакций. Ну вот и основные. Гиповолимический шок и связанные с ними, да, сосудистый коллапс, остросердечная и острая почечная недостаточность, а также гнойно-септические осложнения, инфекционно-токсический шок, повторяю, поскольку бактерия, грамм отрицательная, с выделением при ее гибели эндотоксина, который оказывает выраженное такое вот токсическое воздействие. Шигелез Инфекционное антропонозное заболевание, вызываемое бактериями рода шигела Характеризуется различными по степени выраженностями явлениями интоксикации и поражением преимущественно дистальных отделов толстой кишки. Преимущественно. Может быть по-разному, да. Но преимущественно это нисходящая сигмовидная прямая. То есть характерное наличие. Возбудитель. То, что вы на микробиологии, в общем-то, учили и все знаете, да. Это четыре основных типа бактерий рода шигела. Это шигела дизентерии. Да. Или бактерия Григорьева шига. Некоторые другие в эту группу входят. Это шигела флекснери, бойди и зоны. Вы об этом должны были, наверное, говорить на микробиологии. Грамма отрицательной бактерии, факультативные нейробы. Одно из наиболее частых инфекционных заболеваний из группы кишечных во всем мире. Более 180 миллионов случаев в год. Шигелеза. Различной степени выраженности. Из них почти миллион пациентов погибает ежегодно. От шигелеза конкретно. Путь передачи. Да. Для каждого из этих отдельных возбудителей характерен свой отдельный путь. Да. Либо пищевой, либо водный, либо контактно-бытовой. Общий механизм сохраняется, понятно, фекально-орально. В патогенезе выделяют кратковременную, да, если говорим про колитический вариант с поражением толстой кишки, да, дистальных отделов. Кратковременная тонкокишечная фаза с последующим переходом в толстокишечную фазу. И опять же, да, вот помните, я вам говорил, что вся проблема у нас в М-клетках. Внедрение через М-клетки. Вообще, что такое М-клетки, да? М-клетки, это клетки, которые расположены на слизистой оболочке, преимущественно в подвздошной кишке. Они обеспечивают адсорбцию поглощения путем эндоцитоза, антигенов и прямую их доставку в лимфоидное образование в подслизистом слое тонкой кишки. Ясно? Эти клетки, они для этого и предназначены, чтобы что-то захватывать из просвета и передавать в подлежащие ткани, передавать макрофагам, лимфоцитам. Внедрение вот что, брюшного тифа, да, что сальмонеллеза, что шигеллеза происходит через М-клетки. Значит, возбудитель характеризуется выраженными инвазивными свойствами, поэтому сразу понимаем, да, диарея будет с примесью крови заранее. Бактериемия при этом не характерна, ну, за исключением случаев осложненного течения, когда наблюдается, опять же, шигеллезный сепсис. Значит, факторы патогенности экзоэндотоксины – прямое цитопатическое действие при инвазии. Преимущественно локализация, уже сказал, поражение дистальных отделов толстой кишки с поражением сигмовидной прямой нисходящей кишки. Это колитическая форма, может быть и энтероколитическая форма с вовлечением также тонкой кишки в процесс, но она нечасто, и стадии морфологические, то есть с развитием сначала катарального, потом фибринозного и потом язвенного колита, а потом заживлением язв. Значит, колитическая форма, общие проявления характеризуются явлениями интоксикации диареи в виде так называемого ректального плевка. То есть, стул в целом, объем скудный, эксудат, да, стул, диарея, содержит слизь, содержит кровь. Причем, поскольку это дистальные отделы, да, то кровь свежая, да, кровь не гемолизированная. Как случай, например, будет с поражением проксимальных отделов, с поражением слепой кишки. Об этом чуть позже скажут. Токсическое поражение ЦНС, достаточно характерно, обезвоживание в различной степени тяжести. И стадии местных изменений. Стадии катарального колита, стадия фибринозного колита, стадия язвенного колита с образованием язв и потом их рубцевание. На участке макропрепарата, не очень хорошо, может быть, видно, да, но на хорошем таком увеличении именно макропрепарата происходит наложение плотных фибринозных пленок, такого белесовато-серого цвета, которые плотно сращены с подлежащими тканями толстой кишки, которые при их удалении образуют эрозии и язвы. Именно поэтому, да, то есть происходит дальше переход фибринозного колита в язвенный колит. При отторжении фибринозных пленок образуются язвы. Микроскопически, картина, да, видим участок толстой кишки, эпители, в случае на поверхности образуется пленка, да, эксудат, которым преобладают нити фибрина, который пропитывает подлежащие ткани, плотно связан с послизистой оболочкой. Вот эта картина, по сути, фибринозного колита при шигелезе. Наиболее частые осложнения, они понятны в целом, да, они могут быть кишечные и внекишечные. Кишечные связаны с язвенным поражением толстой кишки. Кровотечение, перфорация с развитием перитонита, значит, рубцовые структуры, учитывая локализацию в сигмовидной прямой кишки, часто при перфорации, например, да, не наблюдаются выраженные явления, там, кинжальная боль, да, и перитонит, а наблюдаются явления, например, гнойных парапроктитов с образованием свящей, фист и так далее, да. Вне кишечные осложнения связаны преимущественно с развитием сепсиса, поражением ЦНС возвращаемся с развитием гемолитико-уримического синдрома, поскольку речь о ошигелах, которые, некоторые, во всяком случае, из которых способны продуцировать шиготоксин. Шиготоксин первого, второго типа с выраженным токсическим воздействием на эндотелий, причем преимущество эндотелий, капилляров, клубочков, почек, с развитием, но вот, развернутой клинической картины гемолитико-уримического синдрома. Последнее на сегодня. Амебиаз. Иногда его называют тоже дизентерией. Шигелез называют бактериальной дизентерией, амебиаз, дизентерия, вызванная простейшими. Амеба. Красивая амеба, которая вызывает достаточно тяжелое заболевание. Протозойная инфекция с фекально-оральным механизмом передачи. Характеризуется язвенным поражением кишечника, причем преимущественно проксимальные отделы толстой кишки, слепая восходящая кишка, в отличие от шигелеза, где дистальные отделы, премебиазы, проксимальные отделы кишки. С рецидивирующим, возможно, хроническим течением, возможно, острое течение мебиаза, возможно, хроническое течение, возможно, носительство. И источник, поскольку инфекция антропонозная, источник инфекции это либо больной человек, либо носитель. С возможными вне кишечными осложнениями. Возбудитель, да, это энтомиоба хистолитика, тоже, наверное, про нее учили когда-то, наверное, на биологии. Может существовать в целом, да, в своей вегетативной форме, это активная форма, либо в форме цисты. Общее количество, смотрите, тоже достаточно громадное количество амебиаза, 50 миллионов случаев. Но приходится в основном, опять же, это страны, так сказать, тропического климата, Африка, Юго-Восточная Азия, Южная Америка. И достаточно вот большое количество, порядка 100 тысяч людей ежегодно погибает вследствие амебиаза, да, кишечного, либо в основном вне кишечного, он более тяжело протекает. Фекально-оральный механизм, основной путь передачи водный, дополнительный, да, пищевой контактно-бытовой путь. Значит, просветная существует, да, вот эта вот вегетативная форма, она может быть просветной и тканевой. Просветная форма существует, она неактивна, не способна практически к активному перемещению. Тканевая форма обладает выраженными инвазивными свойствами, внедряется в слизистую, подслизистую оболочку преимущественно слепой кишки, да, вы понимаете, то есть там слепая кишка, рядышком червеобразный отросток, в том числе может вызывать симптомы, которые похожи и фактически, да, соответствуют явлениям острого аппендицита, в данном случае, да, при поражении слепой кишки и аппендикса. С инвазией стенки кишки, да, и образованием язвенных дефектов. Образование язвенных дефектов, это сопровождается в том числе развитием, как бы, и нитрофильной инфильтрации, и абсцидированием. Основные формы течения, да, мы делим их в целом на кишечный, кишечный амебиаз, наиболее типичный, подавляющий в большинстве случаев, и вне кишечный амебиаз, с поражением печени, с поражением легких, с поражением всех других органов, вплоть до амебного сепсиса. Характер одним из, достаточно редкое проявление, но, тем не менее, достаточно характерное при хроническом рецидивирующем течении кишечного амебиаза, за счет формирования такого конгломерата тканей, которые спаяны друг с другом, с разрастанием грануляционной ткани, в котором, да, живут и размножаются тканевые формы амеб, формируется так называемая амебома. Вот это окончание ома нам указывает на то, что она похожа на опухоль, или действительно, то есть наличие такого образования, но пальпируется в качестве плотного такого образования в области правой подвздошной ямки. Диарейный синдром требует дифференциальной диагностики со злокачественными новообразованиями кишки, с аденокарциномой кишки. Стул, да, значит, нехарактерный, особо нехарактерный наблюдается вообще в целом несоответствие, картины общего состояния, общей интоксикации с выраженностью диарейного синдрома, то есть общая интоксикация не выражена или вообще даже отсутствует, при этом диарейный синдром выражен, в стуле присутствует кровь, причем кровь, поскольку проксимальные отделы, кровь гемолизирована в виде так называемого малинового желе. Диарея в виде малинового желе. Наиболее частые осложнения связаны, естественно, с кишечными проявлениями, то есть, опять же, с образованием эрозий и достаточно глубоких язв в стенке слепой кишки, с возможным кишечным кровотечением, перфорацией, язвенные рубцовые структуры в результате заживления, ну и целый ряд осложнений, которые связаны с мне кишечными проявлениями. В качестве иллюстрации два макропрепарата. Кишечный язв, подавляющее большинство случаев, проявляется именно кишечными формами. Участок слепой кишки с, не очень хорошо здесь видно, с участком язвенного дефекта. И вне кишечной амебиаз, в данном случае, участок макропрепарат печени с характерным, вот таким, белесоватого цвета, ограниченным гнойным воспалением, вызванным, да, распространением, гематогенным распространением амеб, с формированием печеночного абсцесса, амебного печеночного абсцесса. Микроскопически, стенка слепой кишки, и вот тканевые формы амеб обильно инфильтрируют ткани, происходит инвазия глубоко под слизистый слой кишки, все это дело сопровождается еще и нейтрофильной инфильтрацией. Вот, собственно, хотелось бы поговорить, конечно, еще про другие инфекции. Про ирсиниоз, про ишерихиозы, про кишечные вирусные инфекции, но более детально, то есть вот сейчас это общее представление закономерности, основные типы развития тех или иных кишечных инфекций, на занятиях мы с вами пройдем уже более подробно, и вот в том числе с точки зрения наиболее частых, типичных возбудителей, которые определяют, в общем, эпидемиологическое состояние в текущее время. У нас осталось 5 минуточек, поэтому давайте по вопросам, по вашим, если кто-то что-то оставлял, какие-то вопросы, да, я это пока здесь оставлю, ну вот, вот либо вот ссылка, либо QR-код. Вы можете даже голосовать за вопросы друг друга. Мы сейчас как бы это в онлайн-режиме все с вами посмотрим. Ну, по моему опыту, студенты после лекции стесняются задавать вопросы, потому что общественность их не поймет. Поэтому, видите, вопросы у нас анонимные, поэтому ответим на некоторые из них, во всяком случае, которые есть. Какие микроскопические проявления холеры? Ну, мы это обсудили уже. Если возможно гиперплазия, то возможно ли предположить метаплазию? И в дальнейшем озлокачественном течении? Значит, для вирусных инфекций, да, если мы говорим вот именно про вирусные инфекции с характерными явлениями гиперплазии... Смотрите, тут не нужно путать, да? Значит, вопрос гиперплазия. Вот, например, брюшной ТИФ, опять же, да, возвращаемся. Стадия мозговидного набухания, гиперплазия лимфоидных фолликулов. Означает то, что происходит прям активное деление иммунокомпетентных клеток с формированием вторичных лимфоидных узелков со светлыми герминативными центрами, да? Это другое, да, это не гиперплазия, это не гиперпластическое разрастание эпителия, да? То есть тут с этим не связано. С другой стороны, например, если мы говорим про вирусные инфекции, хронические вирусные инфекции, например, ВПЧ, да, вирус папиллома человека, инфекционный агент, который четко связан с патологией шейки матки, который может привести к гиперпластическим реакциям, к реакциям метаплазии с последующей дисплазией, с развитием, да, фактически, да, интраэпителиальной дисплазии в эпителии шейки матки с развитием последующего рака шейки матки. Это тоже, я надеюсь, понятно. Как сдать патан? Учить? Много лайков. Патан, патанатомия, это крайне, это максимально интересный предмет. Он крайне интересным становится, знаете, когда? Когда вы начинаете его понимать. Если вы пытаетесь зазубрить весь этот материал, он безумно большой. Он просто безумно большой. Но так построена, понимаете, система. Как бы против системы мы никак не пойдем. Патанатомия, патоморфология, патология. Да, мы же из вас не делаем патоморфологов. Мы из вас хотим сделать думающих, знающих врачей. Вот с того момента, как вы поймете это, поймете закономерности, например, да, что, например, гнойное воспаление при вирусных инфекциях не бывает. Ну, в принципе, не бывает. Бывает, когда вирусные инфекции осложняются бактериальной флорой. Да? Но, в принципе, вирусы не способны к тому, чтобы там появилась вот такая массивная гнойная, да, нейтрофильная инфильтрация. Понимаете, да? Что, например, хронические воспалительные заболевания или те же самые хронические инфекции, они всегда будут сопровождаться явлениями фиброза, разрастания грубоволокнистой соединительной ткани. Есть вот такие базовые принципы, да? И я вам более того скажу, вы сейчас заканчиваете третий курс, я очень надеюсь, что вы все сдадите патанатомию. Но когда дальше вы пойдете, на четвертый курс, на пятый курс, когда начнутся у вас клинические предметы, вы будете себя корить, что вы недостаточно хорошо учили патанатомию и патофизиологию. Потому что эти знания, они во многом являются определяющими, как бы, пререквизитами, если хотите, да, новое модное слово. Для того, чтобы вы успешно освоили акушерство, гинекологию, хирургию, терапию, инфекционные болезни и все остальное. Так, есть еще у нас какие вопросы? Нам страшно. Понял. И маленький интерактивчик. У нас тут сформируется облако слов. И мы поддержим хорошее настроение и заряд бодрости на весь оставшийся наш сегодня тяжелый рабочий день. Критику тоже давайте. Вот, дистанционная лекция лучше. Молодцы. Ключевое слово здесь спасибо. Спасибо вам. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ